Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов, сегодня в программе. Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко представили нового сенатора законодательного органа Карачаева Черкесии. В день памяти и скорби в ауле Абазахабаль открыли памятник воинам-односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне. От подсобного хозяйства до крестьянско-фермерского министр сельского хозяйства Ахмат Семенов посетил продвинутого фермера. В Москве глава Карачаева Черкесия Рашид Тимрезов и спикер парламента Александр Иванов представили председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, нового сенатора от законодательного органа Карачаева Черкесии Ахмата Салпагарова. Глава Карачаева Черкесии подчеркнул, что депутаты Народного собрания единогласно проголосовали за наделение Ахмата Салпагарова полномочиями сенатора. Он выразил уверенность, что знание и практический опыт работы позволят Ахмату Салпагарову профессионально справляться с работой сенатора от законодательного органа Карачаева Черкесии во взаимодействии с органами федеральной власти, органами исполнительной и законодательной власти Крачево-Черкесии и местного самоуправления. И сегодня же в ходе пленарного заседания Совета Федерации председатель Ванентина Матвиенко представила членам Верхней Палаты нового сенатора от законодательного органа государственной власти Крачево-Черкесии Ахмата Салпагарова. По предложению председателя Комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вадима Тюльпанова Ахмата Салпагаров был введен в состав Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Сегодня в Москве составилась рабочая встреча управляющего делами президента России Александра Колпакова с главой Крачево-Черкесии Рашидом Темрезовым. О встрече принимал участие спикер парламента Александр Иванов. Обсуждались вопросы взаимодействия управления делами президента России с руководством региона в сфере обеспечения деятельности органов государственной власти. Сегодня исполняющий обязанности председателя правительства Крачево-Черкесии Эльдар Байчоров встретился с проректором СКФУ Валентином Шипулиным. Основной темой разговора стала практическая реализация подписанного в 2014 году главой Крачево-Черкесии Рашидом Темрезовым и ректором СКФУ Алиной Левицкой договора о сотрудничестве между республикой и университетом в области подготовки профессиональных кадров для нужд региона. В ходе беседы Валентин Шипулин рассказал о том, что уже сделано в рамках договора. Он отметил, что выпускники из нашей республики могут пройти обучение по целевому приему по всем 50 специальностям и еще 235 образовательным программам разных уровней, в числе которых бакалавриат, магистратура и аспирантура. Провектор отметил, что в разы увеличился интерес абитуриентов из Крачево-Черкесии к инженерным специальностям и ИТ-технологиям, направлениям по переработке аграрного сырья, а также связанным с медицинской биохимией и формацией. В День памяти и скорби в ауле Абазахабаль открыли памятник воинам односельчана, погибшим в Великой Отечественной войне. На митинг были приглашены почетные гости, старейшины аула, жители руководства района. С подробностями Елена Прокопенко. Мемориал установлен в ауле Абазахабаль в память о солдатах, участниках войны по инициативе жителей аула Заудина Джибабова. За идею создания памятника, а также активное участие в строительстве, Заудину Шарафуддиновичу от администрации района вручили почетную грамоту. Финансовую поддержку оказали руководство администрации района, жители аула, диаспоры из других регионов. В течение месяца вели строительные работы. Памятник состоит из трех частей. В одной вписано 30 имен жителей аула Абазахабаль, которые героически погибли, защищая родину. На мемориальной плите с левой стороны отображено 22 фамилии солдат, вернувшихся с войны. Каждый сегодня здесь присущий знает и чтит память об этих славных героях. Ихняя звезда не погаснет никогда, пока будут существовать вот такие памятники. Чьи надписи сегодня увековечены на этом памятнике. Вот грядущее поколение дети будут подходить и знать, и чтить своих героев. Народ не может быть великим, если он не помнит свое прошлое. Надо знать свое прошлое, чтить и гордиться своими предками. В 13 населенных пунктах района воздвигнуты памятники и обелиски в память воинам-землякам, павшим в боях с врагом. Увековечены имена героев. Только за текущий год в районе установлены 4 мемориала, отметил глава Дагихабльского района Султан Карданов. Выступающие на митинге выразили благодарность всем, кто оказал финансовую поддержку в строительстве памятника аула Абазахабаль. Сегодня мы слоняем голову перед ветеранами, отстоявшими независимость нашей Родины. Перед памятью о солдатах, положивших свои молодые жизни на алтарь Великой Победы. Не померкнет в веках величие бессмертного подвига народа-победителя. Никогда не зарастет дорога к могилам, обелискам и памятникам воинам-освободителям, павшим в годы Второй мировой войны и ушедших после военного периода из жизни. На митинге выступила и дочь ветерана войны Магомеда Шахботовича Гогова Светлана. Вспоминает, как отец горечу рассказывал о войне. Он говорил, что невозможно забыть в те времена лица боевых товарищей, их глаза, их подвиги. А ведь было очень много, что рассказать. Будучи командиром отдельного гвардейского саперного батальона 30-й гвардейской стрелковой рижской краснозаменной дивизии, им было вместе с его ротой обезврежено и разминировано 450 мин, построено 16 блиндажей, построено 11 мостов, отремонтировано 24 километра дорог через лесные массивы, за что он был награжден орденом Отечественной войны второй степени. Жители аула Абазахабль бережно хранят память о тех героях, которые погибли на полях сражений, мужественно защищая родину, рассказывая молодому поколению, какими были их деды и прадеды. Елена Прокопенко, Инна Квицинья, Ольбек Еширов, Вести, Карачаево-Черкесия. И во второй части нашей программы смотрите. От подсобного хозяйства до крестьянско-фермерского министр сельского хозяйства Ахмат Семенов посетил продвинутого фермера. Главные выпускной жизни в Карачаево-Черкесии продолжаются выпускные вечера. Из культурно-оздоровительного комплекса «Купол-Черкеска» пройдет презентация Академии здорового образа жизни. Все это через несколько минут, а мы вернемся после короткой рекламы. Компания «Виталпласт» предлагает металлопластиковые окна, двери, алюминиевые конструкции любой сложности по низким ценам. Собственное производство позволяет выполнить заказ в течение трех дней. Возможно, рассрочка платежа без процентов. «Виталпласт» – качество превыше всего. Впервые в республике. Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо». В юбилейном гастрольном туре «30 лет на сцене». 3 июля. Черкесск. Драмтеатр. Телефон 26-43-66. Все на пикник с блокпост. Решетки-гриль от 169 рублей. Мангалы с шампурами от 179 рублей. И огромный выбор товаров для туризма, охоты и рыбалки. Спеши. Блокпост ждет тебя. Открытое акционерное общество «Халатмаш». На работу требуются высококвалифицированные специалисты. Токарь. Токар-расточник. Заработная плата – 20 тысяч рублей и выше. Контактные телефоны в Черкесске. 26-33-69. 26-33-10. Продолжаем выпуск. В Карачае Черкесии немало личных подсобных хозяйств, которые за короткое время превратились в крестьярско-фермерские. Министр сельского хозяйства республики Ахмат Семенов посетил хозяйство фермера Владимира Хорева из Черкеска. Светлана Акбаева о крепком хозяйственнике и о мерах государственной поддержки. Вот здесь будет у меня зернохранилище, чтобы машина зашла, вывалила зерно. Это будет для корм, для скота, для птицы, для свинопоголовья. Пока на месте будущего помещения только фундамент, но Владимир настроен позитивно. Строительство собственного зернохранилища в первую очередь нужно для того, чтобы не возникало перебоев с обеспечением кормами, говорит он. И таких планов, связанных с развитием своего крестьянско-фермерского хозяйства, немало. Благо, опыт работы в этой сфере серьезный – более 15 лет. Вырос Владимир в селе Чапаевском Прикубанского района. С супругой они вместе уже 35 лет. И у нас дома всегда было много коров, кур и другой живности, делится Анна. Не так давно семья приняла решение построить свою ферму и создать многоотраслевое хозяйство. Одним из основных толчков к такому серьезному шагу стало тот факт, что плата за арендованные помещения, в которых Владимир выращивал скот, стала непомерной. И вот Хоревы купили несколько дачных участков при выезде из Черкеска в сторону поселка Кавказский. И работа закипела. Чуть меньше года назад на этом самом месте был заброшенный сад. Сначала хозяева решили залить фундамент под ферму, затем построили жилой дом и уже потом стали поднимать стены сельскохозяйственного помещения. Стены из фундаментных блоков с небольшими окнами. Так экономичнее делится фермер. При стоительстве приходилось учитывать еще несколько особенностей. Здание должно быть утепленным, защищенным от сырости и сквозняка, при этом тщательно проветриваться. Семья Хоревых занимается свинободством на протяжении последних восьми лет. Вначале Владимир приобрел всего несколько голов в Краснодарском крае. Сейчас же в основном корпусе его новой фермы больше 80 свиней плюс поросята. В планах начинающего фермера увеличить эту цифру в несколько раз, как это было еще недавно. Было намного больше, но пришлось реализовать и деньги вложить в строительство. Хозяйство большое, многопрофильное. Немало у Хоревых и цыплят, которые со временем переместятся в недавно построенный своими силами курятник. Как говорят в Минсельхозе республики, направление они выбрали правильно. На сегодняшний день свиноводство и птицеводство – это наиболее окупаемые отрасли сельского хозяйства. Но и это еще не все. Ежедневный доход семья получает от реализации мяса, молока и молочных продуктов. Сейчас в разгар дня основной поголовье на выпасах. Но золушки и чайки уходить далеко от своей хозяйки нельзя. Скоро время очередной дойки. Анна не нарадуется. Коровы дают в среднем от 25 до 33 литров в сутки. Молоко нужно переработать и времени на отдых почти нет, говорит труженица. Делаем сами переработку творог, сметану, ряженку делаем, сыр делаем. Люди заказывают молоко, сами перерабатываем, по своим клиентам развозим. Коровы высокоудойные, чтобы молоко не переработали, чтобы было свежее молоко, поэтому доим три раза в день. Коровы, свиньи, куры, цыплята пока обходятся своими силами. Родителям помогают двое сыновей и племянник. Хотя это хозяйство только становится на ноги, тем не менее объем проведенных всего за 10 месяцев работ налицо. Самое главное, по словам министра сельского хозяйства Республики Ахмата Семенова, у фермеров Хоревых большое желание и дальше развивать свое хозяйство. Они недавно подали комиссию, они хотят участвовать в конкурсе «Начинающий фермер». Я думаю, и мы будем рекомендовать. Я думаю, комиссия должна отбирать именно вот таких людей, которые начали. И это классический пример, что с личного подсобного хозяйства, который переходит плавно в фермер, начинающий фермер, получает и господдержку. Еще раз посмотрим и по воде, и по свету, какая будет государственная поддержка по линии сельского хозяйства, называется программа устойчивого развития сельских территорий. И там мы посмотрим, если есть, будет возможность, будем помогать. Они, я вам скажу, достаточно неплохо разбираются в названиях, породах, циклах, технологии работы. Ну, а минсельхоз, отдел животноводства, он, конечно, оказывает и будет оказывать методологическую поддержку индивидуальную. Мы с ними в ВКонтакте. У них на сегодня имеется небольшое количество и свиней, и скота. Я считаю, что им нужно будет закупить крупно-рогатый скот в комбинированном направлении. Это либо швицкая, либо сементальская порода по климатическим условиям нашего региона. В случае, если конкурсная комиссия при минсельхозе Карачао-Черкесии примет решение о грантах о поддержке начинающего фермера, коревы хотят увеличить поголовье скота, закупить коров, быков, а также завести в своем хозяйстве индюков, уток и гусей. А проблем с реализацией они не боятся, так как спрос на качественную сельхозпродукцию растет с каждым годом. Светлана Акбаева, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии продолжаются выпускные вечера. По традиции, бал прошел именно на центральной площади Карачаевска. В торжественной обстановке 70 школьников получили аттестаты о полном среднем образовании. Чем запомнится мероприятие выпускникам, расскажет Екатерина Семенова. В этом году по Карачаевскому округу все 178 11-ти классников получили аттестаты. Из них 29 – золотые медалисты. Для особенно отличившихся в учебе, спорте или общественной жизни школы, а это 70 юношей и девушек, и устроили этот вечер организаторы. Мэр Карачаевского городского округа Руслан Тикеев лично поздравил всех ребят с окончанием и вручил медаль отличникам. Перед вами открывается широкая жизненная дорога и большие возможности. Уверен, что своим упорством, прудом, знаниями, которые вы получили, будете прославлять наш город, нашу республику. Поздравляю вас с родственниками с годом в возрастную жизнь. Желаю вам успехов и счастливого вам будущее. Вся атмосфера праздника напоминала церемонию вручения одной из самых известных кинопремий мира – «Оскар», которую организаторы сегодняшнего мероприятия взяли за основу и удачно адаптировали. Девять школ Карачаевского городского округа, девять фильмов. Педагоги – это сценаристы-режиссеры, а сами школьники – известные актеры и актрисы. На красную дорожку вступает актерский состав, приключенчатся и киноветы «Неудержимые» кинокомпании «Шоу Номблок Питер». Красная ковровая дорожка, папарацци, блеск софитов, ну и, конечно, статуэтка «Оскар». Все эти атрибуты известного светского мероприятия создавали не только у выпускников, но и у всех собравшихся ощущение торжественности и роскоши. О дефилирующих вечерних нарядах девушки и юноши так напоминали голливудских кинозвезд, позирующих перед фотографами. Рад тому, что закончил школу и впереди столько возможностей, хочется все попробовать, но еще грустно от того, что с друзьями расстаешься. Позади экзамены и бессонные ночи, но все это уже пройдено. А вообще планируете поступать, да, куда-то? Нет, конечно. Уезжать или здесь? Ну, недалеко, а так, как чудо уезжать. То есть уже четкий план на будущие пять лет есть, да? Да. Как и в любой кинопремии, здесь тоже были номинации. Всего пять. Олимпийский резерв, лидер, овация, золотые и учения с увлечением. Но в отличие от «Оскара», заветной статуэтки получили все номинанты. Официальная часть закончилась, а выпускной вечер продолжается. А рассвет пойдете встречать? Ну, наверное, конечно. Екатерина Семенова, Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» компания-производитель кисломолочных продукций «Сатурн» отпраздновала 66-летие благотворительного проекта «Добрый молочник». На праздники побывала и наша семечная группа. Смотрите подробности. Веселая музыка, мыльные пузыри, любимые мультяшные герои, ярмарка продуктов и сувениров встречали гостей жителей республики на «Зеленом острове». Вместе мы им поможем сохранить жизнь. По таким девизам и состоялся благотворительный концерт и акция, которую проводила компания «Сатурн». 2% товара оборота продуктов этого бренда выделяется на лечении детей с тяжелыми заболеваниями. Разрешите от имени руководства фирмы «Сатурн» поприветствовать вас на этом замечательном празднике и пожелать вам крепкого здоровья и отличного настроения. За 6 лет проект «Добрый молочник» помог более чем 200 детей, оказав их родителям помощь в оплате лечения и реабилитации. На сегодняшний день детям Юга России и Абхазии уже оказана помощь на сумму более 10 миллионов рублей. Сегодня у нас праздник. Фирма «Сатурн» празднует 6-летие «Доброго молочника». И в честь этого праздника мы сегодня на «Зеленом острове» решили устроить праздник нашим детишкам. Пригласили детей с городского дома ребенка. Сегодня, кроме праздничного концерта, еще будет ярмарка вырученной деньги, которую мы хотим в фонд детского дома ребенка отправить. Одним словом, сегодня у нас праздник. Любители молочной продукции компании «Сатурн» на протяжении всего вечера развлекали песни, зажигательные танцы, море воздушных шаров. И это не все сюрпризы, которые были приготовлены маленьким зрителям. Специально для них «Добрый молочник» сделал еще один небольшой подарок. Пригласил в гости известных мультяшных героев, с которыми и познакомились, и подружились все ребята. Я такого праздника не ожидала сегодня. Сегодня пошли на зелье погулять, а тут и праздник. Мне такой понравился. Молоко слетаной кушаешь? Обожаю просто, обожаю ее. Я так ее люблю, каждый день почти ем. Несмотря на непогоду, гости праздника наслаждались обширной концертной программой. Со множеством сюрпризов, кульминацией торжества стал флешмоб. И запуск в небо ста воздушных фонариков, как символ надежды. А самое главное, что все собранные средства на мероприятии пойдут в помощь черкесскому городскому Дому ребенка для детей с ограниченными возможностями. Валерия Дагужиева, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия. 27 июня в 11 часов в физкультурно-оздоровительном комплексе «Купол Черкеска» при поддержке Министерства физической культуры и спорта Карачаева-Черкесии пройдет презентация Академии здорового образа жизни. В пресс-центре ГТРК Карачаева-Черкесия прошла встреча с основателем Академии, заслуженным тренером России Василием Скакуном. С пресс-конференции Светлана Акбаева. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, первый чемпион мира по акробатическим прыжкам, кандидат педагогических наук. В Карачаево-Черкесию Василий Скакун приехал как основатель и бессменный руководитель Академии здорового образа жизни, созданной им около 14 лет назад в городе Ставрополь. Сначала это был небольшой клуб, в который входили всего несколько участников. Со времени он превратился в Академию здорового образа жизни, говорит Василий Скакун. На его занятиях люди самого разного возраста, образования и взглядов. Но всех их объединяет одна общая идея. Как улучшить свое здоровье, опираясь на внутренние силы и резервы человека. Сейчас на занятиях бывают по 250 человек. Это те, которые веду я. Это дважды в неделю. Это воскресенье и среда. Все направления, которые есть у нас, они все на направлении бесплатные. У нас 21 филиал. И мы вот 27 числа приедем сюда всей своей Академией, чтобы открыть здесь, в Черкесске, 22 филиал. Василий Александрович – автор книг и научных трудов о здоровом образе жизни. Кроме того, он изобретатель в области гимнастики. В Мюнспорте Карачаево-Черкесии считают, что опыт известного спортсмена и тренера будет полезен жителям нашей республики. А главная цель такого сотрудничества – популяризация здорового образа жизни, а также приобщение людей старшего поколения к занятиям физической культурой и спортом. У нас в основном занимаются только дети. Это спортсмены, спорт, бокс, дзюдо, борьба. А старшее поколение, оно как бы выпадает из нашего видения. А именно вот чем занимается Василий Александрович, это именно то, что нам хотелось бы привлечь к занятию спортом. Именно вот пенсионный возраст, предпенсионный возраст, женщин, бабушек, дедушек. У Василия Александровича немало последователей в Карачаево-Черкесии. Заудин Ионов уже проводит занятия в Старокувинской средней школе, а также в парке культуры и отдыха «Зелёный остров». А Наталья Башмакова тренирует женскую группу в гимназии номер 17 «Черкеска». Академия здоровья уже здесь работает долго. В принципе, мы как-то, мы сейчас официально как-то мы сейчас взяли с Министерства спорта, чтобы во всех уголках республики вот это проводило. У нас есть группа, которая много лет занимается, вот такое ядро, скажем. Мы в свою группу приглашаем женщин, которым просто необходимо чувствовать себя счастливыми, молодыми, красивыми. На официальной презентации деятельности Академии здорового образа жизни, которая пройдет 27 июня в 11 часов в физкультурно-оздоровительном комплексе «Купол» республиканской столицы, гости из Ставрополя обещают удивить зрителей своими выступлениями. Приглашаются все желающие. Вход свободный. Светлана Акбаева, Аслан Баташев, Вести, Карачева, Черкесия. И последнее. Завтра в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Черкесске состоится прием граждан, который проведет заместитель руководителя ОФМС России по Карачаевой Черкесии Султан Кумуков. Желающие могут обращаться по адресу Ленина 154. Это все вести, удачи и до встречи. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаевой Черкесии переменная облачность, местами кратковременная дождь гроза. В отдельных районах сильный с градом. Ветер с северо-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 15-20. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. Днем плюс 22, плюс 27. В горах ночью до плюс 13, а днем до плюс 22. В Черкесске переменная облачность, кратковременный дождь гроза. Днем сильный. Ветер с северо-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 20. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18, днем 25-27 градусов тепла.